Гордимся, помним, по таким звизам 8 апреля во всех школах страны прошел Всероссийский Единый Урок Победы. Город Азбез не исключение. Наша съемочная группа побывала на таких уроках в одной школе города. Всероссийский Единый Урок Победы – это масштабная акция, приуроченная к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Урок Победы, организованный Министерством образования и науки Российской Федерации, стал своеобразным стартом активной патриотической работы и подготовки к празднованию Дня Победы. Мы должны помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше светлое будущее, помнить и быть достойными их памяти. В нашей школе серия мероприятий началась ранее. Мы уже организовывали встречи с представителями организации «Память сердца», с активистами комбината «Уралов Бест», которые рассказывали о своей поисковой и исследовательской работе. Также мы ранее присоединились к Всероссийской акции «Вспомним их поименно». Ребята подготовили информацию о родственниках, о близких людях, которые являются участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. И кратко представили информацию о вкладе каждого родственника в нашу общую победу. В рамках Всероссийской акции 24-й школе прошла презентация исследовательской работы восьмиклассников, осуществляемой под руководством 11-ти классников, на тему «Вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне». Старшеклассники рассказали об эвакуированных предприятиях, располагавшихся во время войны на территории Азбеста, об уральском добровольческом танковом корпусе, а также о вкладе в победу уральских разведчиков. В рамках урока победы мы с учениками восьмого класса защищаем их исследовательские проекты на тему Великой Отечественной войны, его роли Азбеста в этой войне. Все началось с подбора информации. Мы брали ее из многих источников, это интернет, библиотека, мы просмотрели много книг о Великой Отечественной войне. Такие мероприятия, безусловно, важны, ведь это наша история памяти о войне, войне, которая не должна никогда повториться. Особенностью всероссийского урока победы стал образовательный маршрут «Лента истории» по городам-героям в режиме онлайн. На прямой связи с Москвой были Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь и Курск. К такому маршруту смогли присоединиться и многие учащиеся школ, в частности, ребята из Азбеста, где в режиме онлайн-трансляции дети смотрели видеооткрытку о городах, внесшей вклад в Великую Победу. Великая Отечественная война – одна из самых страшных страниц нашей истории. И как женщинам и детям приходилось плечом к ключу вставать к мужчинам на этой войне. И они тоже выполняли самую тяжелую работу. Мы должны знать нашу историю, мы должны знать наших героев, мы как вечная память победителям. Мы должны знать, кто наш враг, что нам пришлось пережить ради вот этой победы. У других классных коллективов во время единого урока победы рассказывали о родственниках, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, а также о городах-героях. В рамках данного урока победы были проведены такие мероприятия, как беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и другие различные мероприятия. Также у нас планируется в течение всего данного периода, начиная с 8 апреля, проведение различных мероприятий, в том числе и в рамках патриотического воспитания. По завершению урока победы был дан старт Всероссийскому месячнику победы, в рамках которого воспитанники образовательных учреждений будут посещать музеи, мемориальные места, а также участвовать в патриотических акциях. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.